Я приглашаю на сцену нашего следующего докладчика. Это Роман Кокин, коалит в DataArt, работает в IT с 2011 года. Как многие, попал в тестирование случайно. Начинал с изучения основ и практики ручного тестирования, после переместился в область автоматизации и нагрузки. Сейчас возглавляет IT-команду. За время успел поучаствовать в различных десктоп и веб-проектах и пройти разные практики, от туризма до гейминдустрии. Давайте начну с небольшого вступления. Тема доклада называется «Тестирование в больших командах». И, честно признаться, если бы я сначала подумал, а потом ответил на вопрос, на какую тему доклад у меня будет, то, вероятнее всего, тема была бы другой. Но за пару недель до того, как мне предложили выступить на Коа-комьюнити DataArt, это общая рассылка, был показан такой весомый интерес к этой тематике. И поэтому, когда мне задали вопрос, я просто без задней мысли ляпнул. О, тестирование в больших командах. Люди хотят послушать, что-нибудь расскажу. После этого я начал вникать вообще, соображать, придумывать какой-то план, чтобы вам рассказать. И до меня дошло, что тематика достаточно широкая, в которой очень много нюансов. Причем все эти нюансы в той или иной степени могли влиять на контент той презентации, которую я буду вам сейчас показывать. Ну, самое первое, что приходит в голову, что значит большая команда. Сколько это? 10 человек большая? Не очень-то понятно. 20, 30? А если просто 30 киев, это много? То есть получается неизвестен критерий, по которому мы будем определять, насколько наша команда является большой. Идем дальше. Каждая команда работает по определенной методологии. Соответственно, берем waterfall, строим процесс тестирования по waterfall. Получается одна модель. Переходим в agile, там прыгаем в scrum. Модель будет совсем другой. Получается уже можно забахать две презентации. Дальше углубляемся в специфику проекта. Ясно, понятно, что тестирование из 30 киев в гейминдустрии будет организовано как-то по-другому, если мы 30 киев заставим тестировать десктоп. Перепрыгнем в веб-проекты, опять же, наверняка появятся какие-то изменения в схеме. Но за тему, которую я озвучил, я подписался, поэтому нужно было что-то придумывать. Я решил рассказать следующее. Первая цель – это немножко теоретическая. Мы рассмотрим вообще степы, которые нужно сделать, чтобы наш процесс, то есть то, чем мы занимаемся, можно было назвать тестированием. Следующий отдел будет больше практический. Там мы попробуем зафиксить тестирование, то есть построить сам процесс. В этом отделе я больше опирался на какой-то свой опыт, на видение того, как развивались команды по количеству и как вообще формировалось тестирование в них. Сразу отмечу, что это мой персонал, мой личный взгляд, который не обязательно правильный. То есть если в вашем видении это развивалось как-то по-другому, то без проблем мы можем это все оспорить и с вами побеседовать. И третья, последняя часть – идеальное тестирование. Я расскажу про подход тестирования, который был организован в одной из крупнейших компаний, про который вы наверняка слышали и, возможно, про этот подход вы знаете. В любом случае, как ни крути, это интересный топик для каких-то разговоров и дискуссий. Вы можете послушать, а потом мы вместе обсудим. Процесс тестирования. Чистая теория. Открываете из TQB первую главу и там расписано, что нужно сделать, чтобы то, что вы делаете, можно было назвать тестированием. Самое первое – это нужно спланировать. То есть, чтобы начать любую деятельность, не важно, что тестирование, постройка дома или так далее, нужно определить цели. Какие вы хотите достигнуть по результатам вашего процесса. Чтобы достигнуть этих целей, вам нужна определенная диалогия. То есть, какой-то подход, какой-то набор экшенов, которые вы сделаете и придете к результату. После того, как вы это сформируете, вам нужно все ваши мысли и цели превратить в какие-то реальные юзкейсы. То есть, которые вы можете открыть, выполнить и сделать частичку проекта. А, не проекта, а процесса. Простите. Это вот была вторая секция анализа дизайн. Третья – имплементация execution – это тот процесс, когда вы подготавливаете место, на котором вы будете проводить тестирование и на котором вы будете непосредственно идти по пути к своим целям. Но как бы чаще всего, если говорить об IT, то это настройка окружения и каких-то вспомогательных элементов. После того, как вы провели тестирование, делается такой степ, как оценка критериев выхода. Делается она в идеальных проектах. И что вообще тут происходит? Вам нужно оценить, выполненные ли экшены удовлетворяют тем целям, которые вы ставили изначально. То есть, достаточно ли тестирования вы провели, или может быть нужно что-то добавить еще, может быть нужно что-то пересмотреть, как-то исправить текущие кейсы и перепроверить заново. Но, опять же, скажу это в идеальных проектах. В реальных чаще всего все ограничено временем и тестируем лишь бы успеть. Следующий степ – это репортинг. Смысл в том, что по результату тестирования вам нужно как-то отчитаться вышестоящим людям. Вам нужно сказать, сколько багов вы нашли, какие вообще методы тестирования вы применили, какие цели достигли и так далее. А если репортинг прошел удачно, то вы переходите к test closure activities. Это активности, которые выполняются после проведения тестирования. Если взять мой реальный проект, то что мы делаем на этом степе? Мы можем, например, пересмотреть все критичные и мажорные баги, которые были найдены, и проверить, а есть ли на эти баги у нас тест кейсы. Если нет, то мы их допишем. Если есть, то при необходимости подправим. Или, например, частенько тестирование требует каких-то специализированных знаний. А в той области, в которой мы работаем. Соответственно, чтобы провести тестирование, нужно ими обладать. И, соответственно, чтобы не становиться bottleneck для команды, мы эти знания стараемся шарить. То есть мы как-то документируем какие-то нюансики по тестированию и шарим их в общем месте. Соответственно, следующий, кто будет тестировать этот функционал, он может взять, почитать и спокойно провести тестирование, не дергая вас целый день по несколько раз. В общем-то, это слайд, который показывается то же самое, что я рассказал. Поэтому можно перейти к следующему. Смотрите. Чтобы грамотно провести все экшены, которые я только что вам описал, нам нужны какие-то специальные инструменты. Без них сделать все это будет очень сложно. Ну, например, требования. Ясно, понятно, что они должны физически существовать в каком-то виде. Если это маленький проект, то они могут быть элементарно представлены в виде каких-то минуток по итогу созвона заказчикам в скайпе. Может быть, это какой-то имейл от заказчика, в котором также он указывает типоинты, которые он хочет видеть в своем программном обеспечении. Если наш проект расширяется, то нам уже нужен какой-то зашаренный общий ресурс, в котором мы сможем выкладывать все документы, и каждый участник команды должен иметь возможность попасть туда и найти нужную доку. И если уж мы совсем круты, то мы используем специализированные тулзы, которые умеют работать с требованиями, которые сохраняют версионность, которые позволяют, открывают какие-то большие возможности, чем просто какой-то текст в документе. Дальше мы работаем с тест-кейсами. Тест-кейсы и тест-тран можно, в общем-то, определить в одну группу. Если у нас маленький проект, то тест-кейсы, в общем-то, особо не нужны. Например, вы один тестер в проекте, и вы разрабатываете какую-то идеологию тестирования, которая явно не очень сложная, потому что маленькие продукты, нет сильной комплексности. Вы просто на листочке себе накидываете поинты, которые вам нужно проверить, которые нужно пробежать, и, в общем-то, это можно назвать какими-то тест-кейсами. А если у вас там пять тестеров или десять, то ясно понятно, что если каждый начнет на листочке что-то себе записывать, то в итоге ни к чему вы не придете, потому что листочки эти выкинутся, а тест-кейсов не останется. Поэтому нужны какие-то тулзы, которые помогут все это дело как-то менеджить. Я представил первые три, которые вспомнил. HP Quality Center, тест-тест-тревел с из-эфир. Соответственно, используя их, мы можем все это дело хранить, и самое главное, мы можем их запускать. То есть мы выполняем тест-раны, экзекьютим тест-кейсы и логируем все результаты проведения тестирования. Очень удобно, снимаем статистику, можем следить за процессом и как-то дело контролировать. Следующий момент – это окружение. Окружение не совсем всегда зависит от тестировщиков. Только в продвинутых проектах, где у нас есть какой-то CI, Continuous Integration среда, у нас могут тестировщики создавать себе новое окружение. Ну как создавать? Они могут запускать билд, который соберет последний код со всех репозиториев, создаст из него сборку и задеплоит на нужный сервер. Это в хорошем случае. В самом плохом случае ваше тестовое окружение для работы будет какая-нибудь виртуальная машина на компе девелопера, куда он взял и задеплоил последнюю версию. Баги. Баги у нас относятся к issue tracker. То есть в общем-то мы можем в эту левую колоночку написать не только баги, а все айтемы, с которыми будет работать команда. То есть сюда должен попасть сюда попадут такие вещи, как user story, импругменты, таски и прочие элементы, которые будут использоваться при процессе разработки. Система контроля версий. Тоже важная вещь. В большом проекте без нее никуда. Потому что, ну я думаю, вы понимаете, то есть нужен общий репозиторий, куда мы сможем обновлять код, из которого мы сможем брать код и проводить какую-то работу. Репортинг может служить результатом всего того, что перечислил выше и полностью зависеть от возможностей той или иной тулзы. Соответственно, knowledge мы тоже отнесем к requirement. И если вернуться к вопросу, как определить, насколько наша большая команда, то я бы предпочел идеологию опираться не на количество, реальных тестеров в том или ином проекте. А на компоновку и подбор всех вот этих тулзовин, которые изображены в этой табличке. Соответственно, чем круче будут тулзы, чем грамотнее они будут подобраны для построения ваших процессов, тем больше тестеров вы сможете вовлечь в ваш процесс. Реальные примеры. Нужна была какая-то градация, чтобы была какая-то идеология роста внутри команды. И, в общем-то, я прикинул средние проекты в дата арте, которые чаще всего бывают, и вынес их вот в такие рамки. То есть маленькая команда – это у нас от одного до трех девелоперов, и, соответственно, там, возможно, парочка QA. Дальше все, что чуть-чуть побольше, это уже medium. Вот, это 3.5, там, 2.3. Соответственно, большие команды – это уже где пять тестировщиков. И unions. Что такое unions? Это объединение нескольких больших команд, которые как бы относятся к одному проекту, но поделены в каких-то различных доменных областях. Соответственно, как построится процесс в самой простой команде? У меня был в дата арте проект. Я был там один тестер, и у нас было три девелопера. Один девелопер пилил серверную часть, два девелопера работали над мобильными приложениями. Соответственно, все, что у нас было из реквайраментов, это результат минуток, про которые я говорил по итогам созвона в скайпе заказчикам. Эти минутки наш тэфлид формировал в какую-то доку, где у нас это было описано. И, соответственно, по этой доке мы работали. У нас были условные даты, когда мы должны реализовать ту или иную функциональность, которую мы определяли заказчиком. И, в общем-то, все, что у нас было дата и требования. Соответственно, я выбирал какую-то идеологию тестирования, кидал ее на листик и проводил тестирование. Это самый элементарный процесс. Все, что нужно нам было из ToolZovin, это какой-то issue tracker, чтобы как-то управлять нашими тасками и нашими багами, которые находились. Типы тестирования, которые использовались, это было исследовательское тестирование, потому что продукт уже существовал, а я только на него пришел. Какой-то ad hoc, это случайное тестирование по усмотрению самого специалиста, инженера. Ну и, соответственно, мы хотели получить функциональный продукт, который бы соответствовал UI. Соответственно, это все, что было применено. Переходим к medium teams. В чем у нас будут отличия? Во-первых, у нас при таком количестве людей должна появиться какая-то идеология разработки. То есть мы должны хоть как-то соответствовать какой-то методологии, чтобы построить процесс. В частности, у нас был скрам, и, соответственно, у нас были итерации, у нас были релизы, у нас было несколько веток разработки, и, соответственно, система уже усложнилась. То есть несколько веток разработки, соответственно, несколько инвароментов. Так как у нас есть несколько инвароментов, мы можем разделить наше тестирование по такому критерию. Например, новую функциональность мы пилим в ветке branch, если говорить о SVN. После мы срезаемся в development, где у нас находится какая-то стабильная версия, на которой мы можем проводить уже не только функциональное тестирование, а, например, подумать о регрессии. И после мы там, например, релизимся на production. Опять же, если говорить о пунктах по порядку, то в требованиях у нас были зашаренные спеки, которые, в общем-то, лежали на общем диске, грубо говоря, и каждый QA мог пойти их и посмотреть. Была система контроля версии, был определенный dev-конфиг, то есть у нас уже были отдельно разработчики бэкэнда, фронтэнда, были мобильные приложения. Все QA были мануальщики. И опять-таки, в общем-то, повторились все типы тестирования, которые мы можем применить к маленьким командам. Единственное, добавилась кросс-браузерность, и мы могли как-то отдельно тестировать бэкэнд и отдельно тестировать базу данных. То есть небольшой грей-бокс получился. Плюс, так как у нас есть разные инвароменты, приходилось делать смок, приходилось делать регресс. Соответственно, из дополнительных тулзовин также был issue tracker. И в идеале иметь какой-то тест-менеджмент-тул для того, чтобы иметь возможность отслеживать ваши тест-раны и получать какие-то результаты. Конкретно на моем проекте тест-менеджмент-тулза не было. У нас был Excel-файл, который содержал себя тесты на регрессию. Соответственно, как мы делали регрессию? Берешь темплейт этого Excel-ника, прогоняешь тесты, сохраняешь Excel-ник с именем последнего билда и кладешь в определенную папочку. Вот такой тест-менеджмент-тул. Про процессы и инвароменты я уже рассказал. Давайте перейдем к большой команде. Смотрите, тут мы уже вырастаем до 5 человек в тестировании. И у нас появляются какие-то другие роли на проекте. Например, менеджеры, бизнес-аналитики, возможно, какой-то саппорт. Соответственно, нам стопудово уже нужен какой-то специальный тул для того, чтобы менеджить наши требования. Потому что на самом деле это будет выглядеть грустно, если вы будете работать просто с какими-то доками. То есть аналитики будут туда постоянно лазить, они будут постоянно делать какие-то правки. Все требования нужно как-то разбивать по блокам согласно функциональности вашего продукта. То есть делать все это средствами директорий внутри Windows и в виде док-файлов очень сложно и неудобно. Соответственно, чтобы вам построить нормальную работу, связанную с требованиями, вам нужно зашаренный тул. Какой я могу посоветовать? Например, сейчас мы используем конфлюенс. И в общем-то он удовлетворяет все наши требования. То есть там сохраняется версионность, можно разбивать на спейсы, внутри которых кладь требования по определенной функциональности. Плюс там есть пара фич, про которые я расскажу позже, как мы используем. Система контроля версий. Мне кажется, нет смысла объяснять, что в большой команде без нее никуда. Тем более это, в общем-то, даже больше относится к процессу девелопмента. Относительно QAM, как это затронет. Тестирование производится на разных инвароментах. И, соответственно, тестировщик должен иметь на том или ином окружении последнюю версию продукта. Соответственно, вопрос, как ему эту версию там получить. Первый простой вариант – это пинать девелоперов, чтобы они делали последнюю сборку и деплоили на нужный сервер. Соответственно, вы на него подключались и делали свое тестирование. Вариант не очень удобный, потому что у девелоперов и так дел по горло. И постоянно отвлекаться, заниматься такими вещами не очень-то у них будет желание. Поэтому существуют наши помощники, тулзы, это continuous integration среды, которые умеют делать это автоматически. Которые сами лезут в нужный репозиторий, берут оттуда последнюю версию кода, собирают продукты, деплоят. И все это реализовано с помощью нажатия одной кнопочки run build. Очень удобно. Конфигурация дев команды. Что-то не очень-то отличается, но могут отдельно добавиться девелоперы, база данных. Отдельно верстальщики, фронтенд, бэкенд. В общем, все как обычно. А могут добавляться девопсы. Это ребята, которые будут конфигурировать ваше окружение. Ну, например, на текущем проекте у нас порядка 36 окружений, которые абсолютно различны конфигурации. У каждой свои настройки, у каждой свои какие-то фишки относительно возможности продукта. Ну и частенько бывает, что билды валятся, окружение не работает, то один элемент, то другой. Соответственно, нам нужна какая-то команда, которая все это дело будет как-то разгребать. То есть поднимать билды и предоставлять окружение. Также они заведуют доступами и прочими подобными вещами. Куа-конфиг. В большой команде мы уже можем думать о том, чтобы подключать автоматизацию. А критерии, почему мы должны включить автоматизацию в наш процесс тестирования, я думаю, все в курсе. Тысячу раз про это слышали, какие могут быть моменты. Много рутинной работы, невозможность протестировать ручками и прочие вещи. А можно подумать насчет перформанса. Опять же, но перформанс будет зависеть от ваших целей. Если вам это нужно, то можно подключить. Если нет, то нет. То же самое можно сказать про security. Если сказать в общем про возможности подключения автоматизации, перформанс тестирования, и security тестирования чаще всего зависит от трех вещей. Первое – это возможности вашей команды. Если наши киаи умеют писать код или смогут провести тестирование, то это хорошо. Тогда мы уже можем думать дальше. Если они этого не умеют, то нужно как минимум несколько месяцев для того, чтобы им хоть как-то научиться это делать. Следующий момент – это наши бюджетные возможности проекта. Вы прекрасно понимаете, что работа в виде automation key или перформанса стоит гораздо дороже, чем ручное тестирование. И не всегда заказчики готовы это оплачивать. Третий момент – наличие специализированных тулзов. Например, привезти в Visual Studio, которую можно использовать в качестве нагрузки. Там требуется версия Ultimate, которая, если мне изменяет память, что-то там в районе 10 штук долларов стоит на год лицензия. Соответственно, вы можете представить реакцию заказчика, если вы скажете и хотите, скажете, что хотите реализовать перформанс. Остальные виды тестирования у нас дублируются. Ничего нового и особенного. И стулзовен, как я уже описывал выше, у нас идет баг трекер, то есть tissue tracker, тест менеджмент тул и CI. Процесс ясно, понятно, что должна быть какая-то идеология. Смотрите, в чем прикол юнионов. Если вы сможете грамотно организовать тестирование в большой команде, используя вот эти тулзовины, вам ничто не помешает взять и умножить состав команды на двое. Все тулзовины, которые грамотно отстроены и которые грамотно подобраны под ваши цели, без проблем вывезут увеличение в составе. Что нам нужно будет сделать? Единственное, нам нужно будет все спейсы внутри, например, issue tracker, внутри requirement, внутри тест-ранов и прочих вещей разделить на проекты. То есть мы делим команду по областям деятельности и в итоге получаем, грубо говоря, две команды, у которых есть свои области, но которые трудятся на одном проекте. Чем это усложняется? Усложняется это тем, что процессы между командами нужно будет координировать. Например, когда мы выпускаем фичу, в которой задействованы две команды, о чем нам нужно подумать? Нам нужно подумать об интеграционном тестировании как со стороны одной команды, так и со стороны другой. Следующее, что нам нужно не забыть, это выпуститься одновременно на продакшн, чтобы на проде версии продуктов внутри нашего проекта совпали и смогли нормально работать. Дальше нам нужно как-то построить определенные виды тестирования. На текущем проекте у нас есть перформанс и есть секьюрити. Причем это абсолютно независимые ребята, которые не относятся ни к одному проекту. И они работают в качестве сервисов. То есть у нас есть перформанс-специалисты, их три человека. И они умеют первоклассно проводить перформанс. Соответственно, если нам это нужно, если мы выпускаем новую страничку и мы не знаем, как она себя будет вести на проде, мы заказываем этим ребятам перформанс-аудит. Соответственно, что они делают? Они подключаются к нашему проекту и от и до со своей стороны проводят нагрузку. После того, как они провели, они выкатывают какие-то результаты. Если они нашли какие-то батлнеки, мы их, естественно, фиксим. И после этого они просто отклеиваются от нашего продукта и берут следующий заказ от какой-то другой команды. То же самое мы делаем с security, но security мы делаем это почаще, потому что этот вопрос более значимый. Практически каждая наша страничка проходит security-аудит. Опять же, это у нас реализовано в виде сервиса. То есть мы, ребята, делаем, грубо говоря, заказ, а они выполняют работу. С темой тестирования мы закончили. Если подвести итог, то основная идея построения тестирования большой команды в том, что нужно грамотно подобрать обеспечение, с которым вы будете работать, грамотно разбить на области, на области ваш проект и распределить людей по этим областям. Соответственно, если у вас будет один хорошо сформированный проект, вам ничто не помешает добавить еще такой же и продолжать работать. Как пример, по подобной схеме мы работаем в проекте, в котором порядка 35 QA. Соответственно, на хороший порядок больше девелоперов. И плюс у нас есть бизнес-аналитики, менеджеры, support, девопсы, левопсы и прочие вещи. То есть в итоге, я думаю, подсоточку наберем. А вопросы, я думаю, в конце. У меня есть последняя часть. Идеальное тестирование. Недавно я прочитал книжку о том, как организовано тестирование в Google. И мы, в общем-то, анализа делали, мне этот подход понравился, и я решил рассказать вам презентацию. Это три имени, которые фигурировали в построении процессов тестирования. Первый Альберто Савоя. Он, в общем-то, разработчик, но так получилось, что он раньше всех пришел в Google. И раньше всех столкнулся с проблемами тестирования. И он первый, который попытался что-то сделать. Джеймс Витекер – это тот, кто написал книгу. А Патрик Коплинд – это тот, кто заставил написать его книгу. И, в общем-то, он вершина пирамиды тестирования в Google. И все идеологии, и все подходы, которые там сейчас применяются, принес он. Он принес их не с пустого места, он 10 лет проработал в Microsoft, а потом перешел в Google. Как все начиналось? Пришел Альберто Савоя в Google в 2001 году. На тот момент в компании было 200 девелоперов и целых три тестера. Соответственно, ну, как вы можете догадаться, никакого построенного процесса тестирования там и не могло быть. Тестировали девелоперы, причем они тестировали средствами TDD. Наверняка слышали про этот подход. Test-driven development. Когда сначала пишут тест, потом кусочек кода, чтобы код прошел тест, и дальше оптимизируют и переходят к следующей какой-то фиче. Соответственно, тестирование представляло какой-то вообще случайный набор кейсов, который зависел от добросовестности разработчиков. Что делал Савоя? Ну, он как бы догадывался, что так долго работать не прокатит и нужно как-то обеспечивать качество продукта. Так как он девелопер, он пытался внедрить оптимальное юнит-тестирование, которое бы более-менее хорошо работало, средствами JUnit. Он ходил по разработчикам, просил их писать тест-кейсы. Он прибегал даже к методам, не тест-кейсы, а тесты, прибегал даже к методам. У Google есть каждую пятницу вечеринка. Она называется Thanks, God, It's Friday. И на этой вечеринке тем девелоперам, которые писали юнит-тесты, он там давал какие-то подарки, какие-то презенты. И поначалу это даже немного сработало. Но девелоперы оказались хитрые ребята. Они быстро смекнули, что чтобы писать нормальные тесты, нужно на строчку кода функционального и написать еще три строчки кода тестов. Потом еще эти тесты нужно поддерживать, то есть их нужно как-то править. В самих тестах могут заводиться баги. Тесты нужно как-то запускать. Ну, в общем, как-то нужно за ними следить и нужно с ними работать. Они поняли, что это занимает очень много времени и быстренько с этой темы, как говорится, скачали. И так они работали до 2005 года. Тестирование было абы как, и в компанию пришел Патрик. На тот момент было чуть меньше 1000 девелоперов и целых 50 тестеров. Но уже лучше. Если в 2001 году на каждого тестера было 66-67 девелоперов, то сейчас пропорция 1 к 20. Уже неплохо. Соответственно, что было на тот момент? На тот момент была служба тестирования, как они себя называли. Их было 50 человек, и они бегали от проекта к проекту, проводили какое-то исследовательское тестирование, проверяли функциональность, проверяли UI. Но как вы понимаете, с такой пропорцией это все было в бешеных темпах. И немножко неправильный подход, который не давал того качества, которое хотела получить Google. Плюс Google очень сильно и быстро развивался, и Патрик понял, что нужно делать какие-то весомые изменения, нужно менять идеологию и менять процессы. Какие основные идеи он для себя принял? Первое. Он понял, что Google уважает технических специалистов. И основная вещь, которую он принял для себя, то, что тестеры должны быть технически подкованы не меньше девелоперов. Соответственно, любой тестер в Google умеет писать код, который может быть как кодом тестируемым, ну в смысле в виде тестов, так и кодом функциональности. Следующее, что он для себя отмечал, он в голове как-то идеализировал процесс вообще разработки и тестирования и старался получить идеальный продукт, в котором не было бы багов. И каждый раз, когда он строил разные виды моделей, он приходил к одному результату. Результат таков, что если вы хотите получить продукт без багов, действительно качественный, то за качество этого продукта должна отвечать абсолютно вся команда. То есть не должно быть такого, что процессы девелопмента и тестирования разделены. То есть девелоперы напедалили какую-то фичу, отдали тестерам. Тестеры ее потестировали, нашли пару багов, выпустили на продакшн, и там еще нашли несколько багов. Соответственно, все шишки летят на тестеров, которые якобы не нашли. Это неправильно. Он хотел все это в корне изменить, и он считал, что тестирование должно не предоставлять информацию о том, сколько багов найдено, а должно предотвращать появление багов внутри кода. Соответственно, что он начал делать? Если он хотел что-то изменить в тестировании, то он должен был это дело изменить в самих тестировщиках. Соответственно, он начал ходить по командам разработки и по командам тестирования и пытаться им внедрить свои диалоги. А именно, девелоперов он просил писать больше тестов, причем не просто каких-то юнит-тестов, а также интеграционных, которые хоть как-то бы более-менее покрывали функциональность. Он выдвигал следующие аргументы, что мы подкрутим CI, у нас будут очень быстро собираться сборки, процесс поставления продуктов у нас ускорится, и, соответственно, они получат побольше свободного времени на разработку своих продуктов. Как вы знаете, в Google каждый сотрудник может 20% работчего времени тратить на свои цели. Я думаю, что это один из результатов работы Патрика. Соответственно, тестерам он предлагал другие аргументы, что-то вроде вы станете полноценными членами команды, которые действительно влияют на продукт. Вы поднимитесь на один, грубо говоря, социальный уровень с девелоперами, мы вам подтянем зарплату. В общем, как мог, уговариваю. Как вы думаете, это сработало? Все правильно, да, это не сработало. Он пошел жаловаться своему начальнику, что как же так у меня, такая крутая диалогия, никто меня и слушать не хочет. Все работают, как работали, как им удобно. На что начальник ему ответил, что это Google, и если ты хочешь, чтобы что-то было сделано в Google, сделай это сам. Соответственно, он начал делать сам. Начал он с того, что нанимал тестировщиков, которые умеют писать код. Процесс очень сложный. Сколько вообще QA сидит в зале? Поднимите руку, кто занимается тестированием. Ох, как много. Окей, а теперь оставьте руки те, кто умеет писать код на уровне функциональности. То есть вы все, дай вам фичу на разработку, вы ее напедалите. Как вы видите, найти таких специалистов сложно, но у него был второй вариант. Как бы либо научить тестировщиков, или найти тестировщиков, которые умеют писать код, либо научить девелоперов тестировать. Но второй вариант оказался еще сложнее, потому что таких специалистов нет вообще. И как бы девелоперы очень редко соглашаются расширять свою квалификацию в виде изучения тестирования. Но он начал найм, и он начал это более-менее успешно. То есть за какое-то время они наняли людей, расширили свою команду, и они могли хотя бы чуть-чуть уже приблизиться к той диалогии, которую он хотел применить в Google. Соответственно, что он сделал? Он объединил дисциплины в разработке и тестировании. Как он это сделал, я расскажу чуть-чуть попозже. Там он внедрил третью роль. То есть мы знаем две привычные роли. Это девелоперы и тестеры. А он внедрил третью. И назвал ее разработчик в тестировании. Плюс он расширил службы деятельности, их, точнее, расширил область деятельности, их службы тестирования. Они занимались гораздо большим списком дел, чем просто тестировали. Об этом я тоже попозже расскажу. И самое последнее, но это уже совсем для идеологического сдвига, он переименовал службу тестирования в направление продуктивности разработки. Как все это было реализовано? Была обычная роль девелопера, который, в общем-то, занимался тем же самым, чем занимаются девелоперы у нас. Они пишут код функциональности. Но в Google они еще пишут малые и средние тесты. Это малые и средние, грубо говоря, юнит-тесты и интеграционные. Прелесть в том, что протестировать функциональность лучше всех может тот, кто ее написал. Единственное, что ему нужно применять во время тестирования, это подход тестера, то есть немножко другую идеологию. Ему нужно постараться сломать продукт. Соответственно, за качество у нас начали отвечать разработчики. Появилась роль разработчиков в тестировании, который фокусировался не на том, как наша фича будет работать, а на том, как наша фича будет протестирована и на том, насколько качественно она будет выполнять свои какие-то действия. Соответственно, они занимались тем, что помогали девелоперам проводить дизайн средних тестов и создавали environment для девелоперов, чтобы прогоны создания автоматизированных тестов для них не было каким-то делом, на которое они тратили очень много времени. Соответственно, они там настраивали CI, прорабатывали архитектуру, решали вопросы запуска тестов и прочие вещи. И была роль обычного тестера, который занимался тем, что очень много автоматизировал, но он автоматизировал юзер сценарии. То есть он уже смотрел на код со стороны конечного пользователя и, в общем-то, убеждался в его работе. Он делал это мануально и делал автоматизировано. То есть они выступали уже больше как эксперты продукта, как какие-то аналитики и так далее. Как это было построено со стороны организационной структуры? Вот привычная схема, по которой мы работаем. У нас есть менеджер, у нас есть два лидера, девелопера QA. Есть какие-то бизнес-аналитики, девопсы и прочие, про которых я рассказывал. Но все они крутятся вокруг менеджера. Все эти люди объединены в один домен, и компания там может состоять из нескольких доменов. Соответственно, все решения окончательные принимает менеджер в рамках продукта. Соответственно, так как менеджеры чаще всего у нас выходят из девелоперов, они предпочитают в текущий релиз выкатить всю функциональность, которую они запланировали выкатить, вместо того, чтобы выкатить эту функциональность в хорошем качестве. Соответственно, они могут закрыть глаза на недетестированные вещи и все равно позволить продукту попасть на продакшн. Что было сделано в Google? В Google сыграло на пользу то, что у них тестирование называлось службой, и то, что они работали как сервис. Они сохранили эту идею и остались работать как сервис. Соответственно, у них есть фокус-серия, у которой есть вице-президент, и, грубо говоря, девелопер может подчиняться и выполнять команды только этого вице-президента. И есть отдельно линеечка, которая называется отдел продуктивности, и который подчиняется тоже своему вице-президенту, и он никак не может быть за аффекчен вице-президентом, который отвечает за девелопмент. Соответственно, пока аудит тестирования не был проведен в проекте, и пока тестеры не определили, что наш продукт действительно хорошего качества и мы можем выкатывать на продакшн, продукт на продакшн не попадал. Типы тестов маленькие, средние и большие. В общем-то, это аналогия юнит-тестов, интеграционных тестов и системных тестов, которые мы привыкли все называть. Но частенько эти понятия как-то пересекаются, потому что мы не понимаем уровень абстракции, как отличить интеграционный тест от системного, и как еще если в эту линейку добавить интеграционный системный тест, то совсем можно запутаться, и два человека могут найти какое-то недопонимание. Соответственно, Google все унифицировала, они просто назвали маленькие, средние и большие, которые выполняли, в общем-то, схожие функции, но все участники команды говорили на одном языке. Я углубляться в детали тестов не буду, потому что я и так уже просрочил время. Смотрите, идеальный процесс, как он выглядит. Софтвер-девелопер реализует функциональность. Девелопер в тестировании создает средства автоматизации, помогает с юнит-тестами и помогает девелоперам с дизайнов средних тестов, то есть с дизайном тестов, которые отвечают за интеграцию между продуктами. Дальше подключается в процесс обычный тестер, и он отвечает за автоматизацию пользовательских сценариев и думает за продукт уже со стороны юзера. После чего он оценивает универсальность, оценивает вообще подходы и как было проведено тестирование, и, соответственно, принимает решение, ну не конкретный тестер, а человек из линейки тестеров, кто-то повыше него, можно ли выкатывать продукт. И какие, в общем-то, мы видим бонусы? Во-первых, тестирование у нас больше не является одной дисциплиной, какой-то отдельной, оно у нас влилось в процесс разработки. Оно является внутри процесса, но внутри организационной структуры является отдельным проектом, отдельной какой-то дисциплиной. Специалисты по тестированию являются высоко квалифицированными продуктами, продуктами, сотрудниками, которые могут не только грамотно тестировать, но и могут писать код. И за качество продукции и количество найденных багов отвечает тот, кто написал этот продукт. Результатом такой работы является самый яркий пример – это проект Google+, когда они за 100 дней выпустили 100 новых фич-продуктов. При наших стандартных подходах такие вещи вряд ли реализуемы. У меня конец. Давайте перейдем к вопросам, если у нас еще есть время. У нас немножечко совсем времени. Здравствуйте, Роман. У меня такой вопрос. Какая команда будет работать продуктивнее? Маленькая и уютная, либо большая и громкая? Не учета времени. Сложный вопрос на самом деле. В идеале будет работать продуктивнее команда, которая будет состоять до 10 тестеров, из количества до 10 тестеров, и у которой будут организованы все тулзы, с которыми они смогут грамотно проводить процесс тестирования. То есть у них будет весь этот список, о котором я говорил. Про требования, issue trackers, тест-менеджмент-тулс и прочие вещи. Роман, у меня такой вопрос. А кто говорит, простите, не вижу. Привет. Привет, да. Ну, тем не менее, да, все-таки мы тут на выбор. Вот я, к сожалению, я в разных проектах успел поработать, и в очень маленьких, и в довольно крупных. Тем не менее, к сожалению, не застал момент перехода. То есть как у нас проект, два разработчика, один тестировщик, заказчик присматривается, стоит, дальше развивать нет, дальше проект растет, набираются разработчики, набираются тестировщики, выделяется тест-лит какой-то там, и рано или поздно кому-то, да, хорошо, если рано, тест-литу приходит в голову такая мысль, что в тетрадках тест-кейсы уже не надо бы вести, и к цельке для отчетов, они как-то не очень подходят, и так далее, да, и спецификации неплохо бы внедрять. Вот у вас был такой опыт, и насколько сложно было перейти, убедить менеджмент, убедить заказчиков, что нам это больше не подходит, да, там тест-кейсы на листочках, и нам нужно вбухать, не знаю, 60 тысяч долларов инструменты. Спасибо за вопрос, Олег. На самом деле такие возможности полностью зависят от заказчика. Они зависят, ладно, с двух сторон. Первая сторона – это заказчик, то есть его адекватность, его прошаренность в области IT, его бюджет. И если вы со своей второй стороны такой грамотный продажник со стороны тестирования сможете ему все это действительно объяснить и показать, то тогда вы сможете договориться. То есть если заказчик заинтересован действительно в улучшении качества, и вы не просто придете к нему и скажете, что вот мы хотим, нам неудобно работать, мы хотим какие-то более мощные тулзы. Есть вероятность, что он откажет. Самый простой вариант – это взять триал этих инструментов, которые вы хотите внедрить, приготовить какой-то будущий макет, как это будет работать у вас в проекте. И вместе с этим можно сделать какую-нибудь презентацию или что-то наподобие, прийти к заказчику и уже сказать, типа смотри, вот, мы хотим изменить тулз, и как это примерно будет работать. Мы получим такие-то, такие-то бенефиты, и как следствие мы улучшим качество нашего продукта. И тогда уже заказчик подумает и скажет, да, действительно, возможно, стоит вложиться. Я ответил на вопрос? Можно вопрос? Конечно. Вот для среднего размера продукта какое минимальное и максимальное количество тестировщиков нужно, чтобы не потерять рациональность? А что значит средний размер продукта? Ну, как бы объяснить. Ну, короче, не крупный проект, но и не… И не маленький. Не маленький. Ну, смотрите, как мы вообще в идеале на каждого девелопера должен быть один тестер. Это было бы хорошее соотношение, и тогда мы действительно могли бы обеспечивать качество. Соответственно, если мы берем средний продукт, то это где-то в среднем 10 девелоперов. Ну, может, чуть больше, плюс-минус. Соответственно, нам нужно столько же QA, ну, возможно, поменьше, штук 7, чтобы обеспечить качество. И опять же, ну, обеспечение качества и продуктивность работы QA будет зависеть от того, какими средствами они смогут оперировать. Ну, это один нюанс, и второй нюанс – это, естественно, квалификация ваших QA, насколько они вообще в теме тестирования, насколько много они подходов знают, и сколько много они могут применить. Я хотел извиниться вначале за это. Ну, просто так получилось. Просто мне некоторые вещи удобнее на английском реализовывать какие-то свои мысли, некоторые вещи на русском. Я надеюсь, это не доставило проблем. Есть небольшой вопрос тестировщику от разработчика. Вот вы прошли путь, скажем так, снизу и до ведущего, до руководителя. В какой-то момент на каком-то этапе возможно все взаимодействие между разработчиком, девелопером и тестировщиком ограничивается где-то, в какой-то мере, вот на нижнем уровне, то есть разработчик заливает все в репозиторий, да, где-то все это собирается, тестировщик через бактрекер все это фидбэком отдает назад. Вот. По мере того, как вы наверняка начали руководить командой, организовать работу, наверняка вы столкнулись с новыми проблемами взаимодействия с другими отделами, в частности, разработчик, заказчик. Хотелось бы вообще узнать вот именно вот такой аспект, как взаимодействие вашего отдела в пределах организации с другими ячейками. Потому что, ну, есть и человеческие факторы, возможно, вот насколько ваши разработчики общаются с тестировщиками. И второй вопрос, наверняка вы работаете с большим количеством заказов, уже тут упоминался и туризм, и гимдев. Насколько вообще полезна в этом случае база знаний, насколько вы можете сказать, что это все-таки reusable при переходе от одного проекта к другому. Окей. По поводу первого вопроса. Команда распределенная, команда большая. Несколько подпроектов, которые отвечают за свою функциональность, и нам нужно как-то решать communication проблемы. Чаще всего релиз подбирается так, что часть фич разрабатывается людьми, которые сидят в одной локации. То есть, соответственно, у нас есть воронежская часть команды, и мы сидим все в одном месте. Соответственно, вообще любой малейший вопрос к девелоперу, ты просто встаешь, идешь и спрашиваешь. Никаких проблем нет. Возникают проблемы, когда мы реализуем какие-то сложные интеграционные вещи, и команды находятся в разных городах. Но у нас очень лояльный заказчик. Он понимает, что могут быть проблемы с коммуникацией, что могут быть проблемы с интеграцией, и тогда он нас привозит он сайт, и тогда мы уже объединяемся, получается, две команды в одну, и опять же какое-то время взаимодействуем, работаем вместе. Поэтому, если говорить конкретно о проблемах, то таких вот прям явно, которые нас как-то блочат и тормозят процесс, я не назову. Но, естественно, все прелести удаленной работы у нас присутствуют. Это там не может достучаться по несколько часов до человека, или там не хватает доступа, или еще какие-то вещи. По поводу второго вопроса, сейчас уже немножко позабыл суть, база знаний. Ну, знания в любом случае – это полезная вещь. Без них никуда. Если ты не сможешь, ну, если ты не будешь что-то знать, то ты не сможешь построить процесс или релизовать его. Соответственно, вот я рассказывал про подход, который используется в Гугле всем тестерам, которые тут присутствуют в зале, человек 10. Как бы я бы мог дать совет, что действительно, может быть, стоит начать изучать код, вот, и тогда стать более полноценными специалистами. И не продолжать мануалить в отсорсных проектах, а построить большой проект внутри компании, у которой будет применяться такой подход. Соответственно, ну, я за знания. Какие еще вопросы? Огромное спасибо за выступление.